Всем привет, меня зовут Смирнов Иван, и сегодня мы поговорим про работу с заказчиком. Погнали! А вопрос на самом деле был таким. Как часто заказчики могут неадекватно оценивать стоимость работы? И как в этом случае быть, как себя вести, как реагировать? Нужно понимать, что такого рода проблемы реже возникают с профильными заказчиками, так как им просто чаще приходится работать с художниками, и если они позволяют себе неадекватности в работе с ними, то это обычно достаточно быстро распространяется в сети, и с ними начинают работать меньше. Но что касается непрофильных заказчиков, они действительно могут не всегда корректно оценивать вашу работу. Почему? Потому что у них недостаточно опыта в этом. Как на это реагировать? Как себя вести? Как лучше себя подавать и продавать? На самом деле, когда изначально к вам обращается непрофильный заказчик, он может даже не до конца знать, что ему нужно, и что он хочет решить с помощью вашего труда. Например, он хочет заказать у вас картинку, условно, картинку, но он не знает, какие задачи она может решать. Например, у него есть какой-то свой проект, и ему нужен постер. Может он делает свою первую игру, и он по-прежнему непрофильный заказчик, и ему нужен промо-арт, но он не понимает, какие задачи может решать промо-арт. Но вы ведь художник, у вас больше опыта. Вы понимаете, что промо-арт в первую очередь должен решать маркетинговые задачи. Он должен продавать продукт, продвигать его, показывать его ключевые ценности. В вашем проекте можно бегать, вы можете показать это на маркетинговом арте. В вашем проекте можно прыгать, стрелять, или есть какие-то определенные фичи, вы можете это показать. Показав свою экспертность, вы можете убедить заказчика согласиться с вашим мнением, и таким образом вы получите больше свободы при решении требуемых задач. Более того, таким способом вы сможете показать, что ваш труд действительно стоит денег, и вам есть за что платить. Что заказчик вам платит не только за физически потраченное время, но и за то, что вы знаете, как решаются его задачи, о которых заказчик даже мог не догадываться. Давайте прорезюмируем, как все-таки вести себя с непрофильными заказчиками. Не нужно обижаться на их неопытность. Не нужно говорить, что ваша работа не оценена по заслугам, и то, что они ничего не понимают. Постарайтесь вести себя как профессионал. Доктор ведь на вас не обижается, когда вы приходите к нему и пытаетесь объяснить, что у вас что-то болит, но не знаете, как это вылечить. Так и с заказчиком. Постарайтесь выстроить максимально комфортное сотрудничество между вами. Таким образом, заказчик будет готов вам заплатить заслуженные вами деньги, и, скорее всего, захочет работать с вами и впредь. А с вами был Сумирнов Иван. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, задавайте свои новые вопросы в комментариях. И всем спасибо, всем пока.